Всем привет, меня зовут Паша, вы смотрите Geek Sputnik. Сегодня мы с вами поговорим вот об этом. Конечно, это новый iPhone, розовый, iPhone 6s. Я вам расскажу, почему я думаю, что эта модель даже меня заставила задуматься поменять телефон на год раньше, чем обычно. Мы не будем затрагивать такие вещи, как обновление OS, мы поговорим конкретно о вещах, которые новые для этой модели. Поехали! Затем, кто следит за компанией Apple, знает, что в каждой презентации, если они телефон сделали хоть немножко меньше или легче, они вам обязательно об этом расскажут. В этот раз нам Apple об этом ни слова не сказали. А это значит, что или ничего не изменилось, или все сдвинулось в другую сторону. Так вот, новый телефон стал немножко тяжелее, немножко толще, но, в общем, это совсем даже незаметно. Причина, почему они это решили сделать, это все из-за того, что предыдущие телефоны у нас гнулись. Мы все видели, как люди в интернете гнули эти телефоны. И, честно вам сказать, это для меня не была такой большой проблемой, но проблема появилась тогда, когда я сверху клеил себе стекло для того, чтобы защитить стекло от телефона. И после какого-то момента, когда оно у меня было в кармане, оно всегда лопалось. Оно лопалось, потому что телефон сгибался, и это лопало стекло. Поэтому проблема эта существовала. Она была не ужасная, но Apple эту проблему нам решили. Они также сделали стекло, которое сейчас немножко покрепче. Как я понимаю, оно тоже стало немножко потолще. Поэтому, в общем, телефон у нас потолстел. Apple решила нам об этом не говорить. Я думаю, что, если честно, большинство людей это даже не должно волновать. Но главное, что телефон стал лучше. Ну и, конечно, как мы уже и ожидали, в телефоне S у нас появляется новый процессор A9. Но вот оказывается, что у этих новых айфонов есть два вида разных процессоров. Один процессор идет от Samsung. Второй идет от компании, которая называется TSMC. Сейчас очень многие тестируют эти процессоры. Во-первых, процессор от Samsung оказался поменьше, чем процессор от TSMC. И также процессор от Samsung немножко тратит больше батарейки. Сами Apple говорят, что ради всего лишь 2-3%, но многие пишут, что если вы... Опять же, нельзя... Alexa, thank you. It's a pleasure. Так вот, процессоры Samsung, они также быстрее нагреваются. И у меня Samsung и правда телефон нагревается больше, чем предыдущая модель. Также люди, которые много играют на своих телефонах, говорят, что теряют они примерно до 20%. Это уже большая разница в течение дня. Поэтому, если вы хотите узнать, какой у вас процессор в вашем телефоне, я оставлю ссылку на предложение, которое вам даст об этом знать. И вы сможете посмотреть Samsung у вас или TSMC. Нам, конечно, поменяли также оперативную память. У нас теперь оперативная память 2 гига вместо одного. И также новый M-процессор, который теперь позволяет вашему телефону, а конкретно вашей Siri, слушать вас постоянно, а не только когда вы подключены к розетке. Например, Hey Siri, how's the weather outside? Пожалуйста, теперь Siri... Спасибо, Siri. Теперь Siri работает постоянно. Вы просто кричите привет ей, и она начинает вас слушать. Это очень прикольно, поскольку у меня уже такая игрушка есть дома от другой компании. Hey Alexa, thank you. No need. Вот та вот штучка, которая называется Alexa, делает одно и то же, и мне это ужасно нравится, что мне не надо ни на что нажимать. И это все из-за нового процессора M9, который теперь позволяет постоянно это делать Siri, при этом не сожжать очень сильно батарейку. Motorola это уже сделала давно еще в своих старых моторах. Hey Siri, how's the weather in Moscow? Today the temperature will range between 32 degrees and 52 degrees. Ну и, конечно, камеры. Самое главное, это новая 5-мегапиксельная камера, которая на селфи-камеры. Теперь, наконец-то, можно брать нормальные селфи и чувствовать себя человеком. Так вот, с такой камерой селфи вы теперь можете снимать видео 720p. Это не полный HD, но намного лучше, чем было перед этим. Также у нас 5-мегапикселей, как я уже говорил, а это значит, что у нас теперь в 4 раза практически больше мегапикселей, чем на предыдущей модели. Ну и небольшой такой софтовский хак, который Apple установил, который теперь оценивает по вашей камере селфи-камеры, какая у вас атмосфера вокруг вас, какой свет. И использует этот экран как своего рода вспышку, причем на экране появляется разный цвет в зависимости от того, в какой комнате вы сейчас находитесь, какой здесь свет. Результаты достаточно неплохие. Опять же, мне кажется, что Apple могли бы хотя бы предыдущим моделям установить такую же функцию со флешем, но мы знаем Apple, они этого не делают. Хотя сторонние приложения есть в интернете, которые вам позволят делать одно и то же. Задняя камера тоже стала намного лучше. Теперь вы можете снимать 4К и вы можете снимать также 240 кадров в секунду, но опять же не Full HD, а всего 720. Но это все равно достаточно хорошие результаты. Честно вам сказать, 4К, скорее всего, пока полезно не будет. Даже сами Apple об этом знают, я вам скажу почему. Потому что для того, чтобы включить, это надо заходить куда-то в какие-то менюшки, а не просто включил и выключил. Поскольку они знают, что у людей это будет занимать очень-очень много памяти. Во-вторых, посмотрите, Apple сейчас выпускает нам новое Apple TV и даже туда они не строили 4К. Они понимают, что пока еще для этого рынок не дошел. Еще люди не готовы покупать себе новые телевизоры 4К, покупать себе больше памяти для того, чтобы это все содержать. Ну и вообще, это еще просто не дошло до этого. Поэтому 4К есть, будем ли мы этим пользоваться, я не знаю. Также Apple улучшили Touch ID. Touch ID 2 стал намного быстрее. Я знаю, что вы, наверное, даже не думали, что стоит его делать быстрее, но смотрите, дотронулся, бум, сразу открылось. Это просто классно. Потому что я Touch ID пользуюсь постоянно, я им расплачиваюсь, я когда открываю что-то, захожу в приложение. Это настолько сейчас работает быстрее ускоряется, что, честно вам сказать, я еще даже по привычке все время нажимаю, еще держу там палец, когда телефон уже готов принимать мои следующие команды. Поэтому это очень классно. И это почти моя самая любимая фича в этом новом телефоне. Самая моя любимая фича, это, конечно, 3D Touch. И 3D Touch это одна из тех вещей, которые, наверное, на сегодняшний момент для меня бы считался самым большим апгрейдом, который бы меня заставил перейти на вот эту вот S-модель. Помните, когда у нас были iPad'ы, в которых, например, не было камеры? И когда появилась первая камера, это даже не было вопроса. Было понятно, что надо брать новый iPad. И вот это, это одна из тех ситуаций. Потому что 3D Touch позволяет вообще сейчас обращаться своим телефоном совсем по-другому. Сейчас в браузере можно смотреть на ссылки без того, чтобы вам приходилось их открывать. Вы также можете открывать этим разные менюшки. Вы можете, не заходя в приложение, смотреть оттуда какую-то информацию. Вы можете, не заходя в приложение, выбрать при входе, куда вы хотите зайти. Вы можете также теперь открывать multitasking без кнопки. То есть кнопка на сегодняшний момент уже становится практически ненужной. С помощью 3D Touch вы можете превратить клавиатуру в strikepad. Вы можете просматривать дополнительную информацию о вашей фотографии. То, что Apple называет live photo. Это 3 секунды до и 3 секунды после того, как вы их фотографировали. Это совсем новый вариант того, как Apple теперь накладывает, скажем так, другие слоя, которые мы сейчас с ними можем как-то работать. Игры сейчас смогут вам предлагать совсем по-другому менять оружие, например, подлинным нажатием, у вас может поменяться автомат, изменить еще какую-то функцию в этой же игре. То есть сейчас, мне кажется, вот этим Apple опять оторвалась от других компаний намного-намного вперед. Я знаю, что сейчас люди будут писать, да нет, это все глупости, вы попробуйте. Эта функция меняет все, то, что вы до этого знали о вашем телефоне или как вы с ним работали. Мы находимся еще в самом начале интеграции этой технологии в сторонние приложения. Да и сами Apple, я бы сказал, еще не очень знают, что с этим делать. Но я уверен, что фантазии рынка нам покажут очень многие интересные вещи. Со всем этим, конечно, стоит задуматься одной вещью, что на сегодняшний момент это все появилось, но рынок еще все догоняет. То есть приложения еще к этому не готовы. А это значит, что, скорее всего, когда мы увидим полноценное использование этих всех новых функций, к этому моменту уже, скорее всего, появится новый iPhone. Поэтому, если вы очень хотите с этим поиграть, этот iPhone этого стоит. Хоть мне не нравится дизайн, как и предыдущий, но это по-настоящему как бы шаг вперед, за который стоит заплатить и перейти на этот телефон на год раньше. Но если вас устраивает ваш предыдущий телефон, и вы готовы подождать, вы всю эту красоту, конечно, увидите в намного более обширном формате, когда выйдет новый телефон, и к тому моменту рынок уже к этому будет готов. Поэтому это было мое мнение про новый iPhone 6s. Напишите, что вы думаете, тех, у кого есть телефон, нравится вам это или не нравится. Я надеюсь увидеть вас всех в Москве 1 ноября на выставке Smith. Мы там собрали самые интересные гаджеты, которые нам нравятся. Это будет огромная выставка. Мы построили умный дом, мы привезли полно всего интересного, виртуальная реальность, всякие гаджеты. Но очень будет весело приходить, я там буду до 5 ноября. Вся информация опять же будет под этим видео, где купить билеты и так далее. А с вами мы увидимся в следующем эпизоде.